Этим проектом мы занимаемся уже третий год, и мы изначально пошли по другому пути, поскольку классический путь синтеза голубой крови, он требует очень дорогостоящего оборудования. Этот процесс высоко пирогенен. Что это значит? Это означает, что при малейшем нарушении техники безопасности с высокой долей вероятности произойдет взрыв. Погибнут люди. Те вещества, которые используются, в частности газообразный фтор, он настолько активен, что в нем горят камни, в нем горит вода, в нем горит сталь, в нем горит все. Поэтому чрезвычайная опасность этого процесса, дорогоизна оборудования, побудила нас к тому, чтобы разработать метод более простой, более безопасный и абсолютно не пирогенный. При этом мы исходили из того, что чем более дешевое сырье мы возьмем, тем очевидно более доступный для нашего потребителя окажется препарат. И мы нашли такое сырье, это компоненты нашей казахстанской нефти. На их основе мы синтезируем компоненты голубой крови. Искусственная кровь состоит из двух компонентов, которые смешиваются примерно в равном соотношении. То есть это фторированные углеводороды, деколин и хинолин. Вот с первым из этих углеводородов мы работу закончили. Именно его сейчас проверяют новосибирские ученые. И он показывает достаточно феноменальные с моей точки результаты. То есть те результаты, которые напрямую не исследовались даже в Советском Союзе. Появляются новые данные о биологической активности. Второй препарат мы заканчиваем разрабатывать. И в течение года технология полностью на весь препарат, содержащий оба этих компонента, должна быть готова. Сейчас этот препарат мы передали на биологические испытания в Сибирский научный центр в России. Исследования в данный момент проводятся на лабораторных животных. И препарат показывает феноменальные результаты. В частности, был проведен такой интересный опыт, когда в емкость, наполненную нашим препаратом, поместили лабораторное животное, лабораторную мышь. И мышь несколько часов дышала этим препаратом. Там не было воздуха, там был только этот препарат в открытой емкости. И мышь жила. Это показывает, что препарат, полученный нами, во-первых, не токсичен. А во-вторых, он, безусловно, может быть использован в случае необходимости продления жизни донорских органов. А эта проблема для Казахстана также актуальна, как и проблема нехватки донорской крови и ее компонентов. В перспективе, безусловно, после проведения достаточно серьезных испытаний, этот препарат может быть использован для глубоководных каких-то исследовательских работ. Поскольку, если лабораторные животные могут дышать в этом растворе, очевидно, что при некоторой доработке, возможно, и люди смогут в нем дышать. И это позволит проводить какие-то исследования водолазам на гораздо более серьезных глубинах. Продолжение следует... Продолжение следует...